Откуда берется бессилие и состояние не могу? Что такое бессилие? Это когда у человека много раз не получилось. Ну просто не получилось. Не может быть такого, что ниоткуда что-то берется. В этом мире ниоткуда ничего не берется. На все нужна энергия, на все нужна... Если вы хотите что-то сделать, значит вы, первое, должны иметь посыл внутренний к этому. Во-вторых, четко понимать, что вы хотите. Предмет какой-то там, что-то купить себе. Образ какой-то должен быть, который впоследствии принесет вам радость. Если вы много-много раз в семье или самостоятельно, много-много раз пытались, взлетали и падали, взлетали и падали, взлетали и падали, значит первое, что нужно понять, что может взлетал-то и так, или так, а вот падал не так, потому что надо крылышками махать или двигаться соизмеримо той ситуации, в которой находишься. И, естественно, будет бессилие, потому что падать всегда больно. Всегда больно. И еще, знаете, есть такое высказывание. Богом специально устроена такая тут жизненная ситуация, чтобы сильно проверять, насколько он сможет, пока голову не включит. А слабого никто не трогает. Так вот, может, вам по отношению к себе нужно изменить установку внутреннюю? Прыгать просто так, не понимая, не думая, это вот те пресловутые стартапы. Еще раз, давайте мы не будем играть в иллюзии и верить тупо всей той информации, которая льется из нас, из всех источников. Чтобы кто-то в этом обществе, в этих сетях, на тех сценах и вообще где-то в таком информационном пространстве выскочил с миллионными подписчиками, с какими-то там достижениями, о которых там со всех сторон кричат из каждого чайника, этим кто-то должен заниматься. И этого никогда не видно. Это специально выстроенные технологии когнитивного действия для того, чтобы кумир, которого вам показывают, его готовят. Понимаете, готовят. Но не верьте вы, пожалуйста, что вот просто так человек через два года прям сразу стал гений, и его все признали. Покажите, вот давайте с себя начнем. Вы на свое место, вы в свою квартиру, вы в свою машину, просто так кого-нибудь пустите? Вы просто так кому-нибудь что-нибудь дадите? Да нет, никогда. Вот так, на основании этого, чтобы была эта пресловутая внутренняя безысходность, при сравнении наших усилий, я вот тут там столько-то, а она ты посмотри вот так. Нет, этим кто-то занимался. Просто так в этом мире ничего не бывает. Кто-то должен двигать, а двигают всегда люди и ресурсы. Так вот, ваши ресурсы на исходе. Значит, вы делали все время что-то не так. Или не думая. Сначала побежал, потом очнулся, опять упал. Надо наоборот. Сначала нужно выстроить план, потом точно для себя увидеть, что он работоспособен, что у вас есть на это время, у вас на это есть энергия, у вас есть на это перспективная такая, знаете, срастается ситуация. Потому что нельзя в этом мире делать то, что я хочу совсем. Ну вот, как вспомните, песня была у Аллы Погачевой, «Я хотела там козу, а гроза получилась». Нельзя ничего выплёвывать просто так. Нужно понимать, насколько этому миру ваша новая деятельность, какой-то поступок, какие-то там объединения, насколько они сейчас вообще приемлемы. Но если каждый здесь будет делать всё, что угодно, нас снесёт гораздо быстрее, нежели чем мы вообще жизнь начнем. Ну немножко включайтесь. Этот мир, он управляем тем же коллективным бессознательным, теми же значениями тех или иных предметов, теми же какими-то лидерами, которые это всё без конца нам пытаются донести в нужное русло, направляя, выставляя значения, применяя символику. Те же тексты, которые вы читаете, они тоже имеют направленность. Книжки миллионеров, которые выплёвываются, тут 20 лет на нашем рынке чуть миллионеров не прибавилось, там из трущок нигде нет. Но вы хоть чуть задумывайтесь. Кто-то кем-то должен всегда заниматься, кто-то кого-то должен учить, кто-то кого-то должен сопровождать. По-другому в этом мире не бывает. Ребёнок не дееспособен сразу после родов. Его надо взращивать минимум лет 14, для того, чтобы хоть какая-то, как вы пишете, картина мира у него создалась. Точно так же и бизнес — это тот же ребёнок. Точно так же и любая специальность. Всё точно так же. Кто-то должен передать, кто-то должен сопроводить, кто-то должен показать ловушки, ошибки, неверные действия, не то состояние. Этому нужно учиться. Я надеюсь, ответила. Субтитры создавал DimaTorzok